В синем углу бойцу 28 лет, официальный вес 64 килограмма ровно, рост 174 сантиметра. Он является неоднократным чемпионом чемпионатов Азии, победителем азиатских игр 2021 года. Из Туркменистана Дидар Бабаев! В красном углу октагона, его возраст 20 лет, официальный вес также 64 килограмма ровно, рост 176 сантиметра. Он является победителем и призером всероссийских соревнований, мастером спорта по боевому самбо. Он представляет Россию! Стола! Приветствуйте! Владислав Шаглов! Итак, еще раз здравствуйте, уважаемые друзья! Мы на международном турнире за победу! По поединке три раунда по пять минут! И в первом поединке, а мы знаем, что самый первый бой, это достаточно сложная история, потому что ребята очень нервничают. И в первом бою организаторы поставили уже ребят, которые проходили и предыдущую серию боев, и действительно достаточно опытные. И от хозяев выступает Владислав Шаглов, мастер спорта по боевому самбо, неоднократный победитель и призер разных турниров. Вот Владислав сразу же идет в атаку. Владислав, он такой очень парень эмоциональный, на эмоциях очень много работы. Ну, очень молодой парень, ему всего 20 лет. Ну, а соперник у него действительно опытный. Дидар Бабаев, из Куркленов, отличный удар. Посмотрите, такое состояние легкого нокдауна посылает Шаглов, и тут же падает от броска, от прохода в ноги, и Дидар оказывается в позиции сверху. Что же касается Дидара Бабаева, в своем предыдущем поединке по профессиональному бою самбо, Дидар, хотел завоевать пояс чемпиона лиги Mixed Fight Combat, и встречался с заслуженным мастером спорта Александром Нейстером. И, в общем-то, дал достаточно конкурентный бой. И, поставив его в первый бой турнира с Владиславом Шагловым, организаторы понимали, что это действительно будет, ну, хороший, сильный бой. И, наверное, все-таки, в данном случае, с преимуществом гостя. Вот, смотрите, серия свипов, переходов в партере. Оба спортсмена хорошо владеют партером, и вот Дидар пытается перейти на болевой прием на руку, но переход оканчивается опять очередным свипом, и оказывается сверху у Владислава Шаглов. Владислав прошлый бой в прекрасной манере провел и одержал победу удушающим приемом треугольником. Слушайте, и этот бой, действительно, он сильно настроен. По нему видно, что, действительно, парню 20 лет, а его технические и тактические данные очень сильны. Вес в данном поединке до 64 килограммов. Оба спортсмена в этом весе выступают и на соревнованиях. Вот мы видим повтор нокдауна, который Шаглов провел в начале поединка. Первый раунд продолжается. Если смотреть на то, как спортсмены готовы, то я думаю, что опыт на стороне Едара Бабаева, а вот такой-такой юношеский азарт, такой, какой, смотрите, постоянно, кстати, опять проводят бросок. В любительском боевом самбо это оценка 2 балла, а здесь это просто бросок в профессиональном боевом самбо. И, что не очень хорошо для профессионального боевого самбо, Шаглов оказывается в позиции снизу. И, смотрите, отличный слип, переход наверх и тут же попытка провести болевой прием. Ну, Дидар опытный спортсмен, чувствует положение болевого приема на руку и опять оказывается сверху. Потому что мы видим, наверное, противостояние в первом же бою. То есть все мы знаем, что первый бой является тем боем, который дает ход всем соревнованиям. И в данном случае постановка вот такого сильного боя, первого боя, она сразу дает вот это вот качество сегодняшнего турнира. Первый раунд закончен. Мы видим бросок Щеглова. Ну, что ж, наверное, этот раунд взял Щеглов. У него отличный нокдаун на начале поединка. Плюс по броску у каждого и у Щеглова, и у Бабаева. Ну, наверное, все-таки вот он, отличные попадания опять с передней руки у Щеглова. Щеглов работает чуть размашисто, но, наверное, это все-таки характерно для того, что спортсмен еще молодой. Ага, вот мы видим и нокдаун повторится. Смотрите, действительно четкое попадание с передней руки и добей его. Вот такое, наверное, опрометчивое действие Щеглова. Удар коленом в прыжке. И тут же на это отвечает Дидар броском проход в ногу. Ну, первый раунд, я думаю, все-таки за Щегловым. И будем смотреть, что дальше. Как Дидар будет реагировать на молодого ксовского спортсмена. Все-таки Дидар Бабаев опытный спортсмен. У него достаточно за плечами много международных стартов. Начинается второй раунд. Что касается Щеглова, Владислав очень неплохо выступал на многих всероссийских соревнованиях. Буквально недавно он выиграл всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою. Ну и поэтому он не ограничивается только боевым самбо. Но вот опять, смотрите, Дидар проводит бросок проход в ноги. В общем-то, хорошо себя чувствует внизу Щеглов. Пытается все время провести удушающий прием ногами. Дидар берет контроль. Опять же, еще раз повторяюсь, как и в предыдущие свои... Поддержите спортсмену! По поводу профессионального боевого самбо. Что здесь отличается от ММА? Чем оно отличается от ММА? Это тем, что в боевом самбо контроли не учитываются. То есть спортсмен, который просто контролирует своего оппонента в партере, не дает, не приносит никаких очков. И это просто... Соперников очень часто поднимают просто стойку, если технических действий нет. То есть профессиональное боевое самбо создано для того, чтобы наслаждение получал зритель. Не только спортсмены, находящиеся в клетке, но самое главное, чтобы зрители получали удовольствие от поединка, который проходит в клетке или в октагоне, как кому удобно. И в данном случае, смотрите, вот Щеглов очень хорошее положение. Принимает сверху, пытается добить Дидара Бабаева. Опять у них обоюдные постоянные переходы в партере. То один сверху, то другой. Ну, в общем-то, такой второй раунд пока равный. Щеглов сейчас сверху. Но пропустив бросок, наверное, все-таки он сейчас пока этот раунд проигрывает. Вот о чем мы с вами говорили. То есть нет активных движений в партере. И тут же рефери поединка поднимает бой. И он начинается с середины октагонов стойки. Бросок Бабаева. Четкая позиция. Конечно, я считаю, что именно молодость Щеглова не позволяет от таких бросков уходить. Итак, все продолжается, как мы и говорили. Здесь Щеглов на Азарке без опыта летит вперед. Вот пытается выиграть. Вот опять обшагивание, которое проводит Дидар Бабаев. И проводит второй бросок и получает контроль сверху. Ну что ж, наверное, и по броскам, но и по качеству второго раунда. Бабаев сейчас ведет. Он сделал выводы определенные после первого раунда. И сейчас как бы он больше владеет ситуацией. Ну смотрите, опять ошибка Бабаева. Щеглов сверху. И, в общем-то, наверное, надо добивать. Но Владислав Щеглов лезет в борьбу. И, наверное, это не самое правильное решение в данном эпизоде. Ну что ж, будем смотреть продолжение. И так вот, в данный момент арбитр посчитал, что был нанесен запрещенный удар. Сейчас мы это увидим. То есть с камеры этого не очень видно. Врач вот таков. Но я так понимаю, что арбитр остановил схватку из-за того, что колено Щеглова попало в голову Дидара Бабаева. Это запрещенное действие. То есть в партере, когда оба спортсмена находятся в партере. Или хотя бы один спортсмен находится в партере. Того, кто в партере, бить ногами и коленями в голову нельзя. Это правило профессионального боевого. Самый, знаете, отличный удар коленом Щеглова. И тут же бросок обшагиванием от Дидара Бабаева. Потому что ребята очень молодцы. Ну, действительно молодцы. Очень много техник они используют. И, наверное, здесь я даже похвалю Владислава Щеглова тем, что он действительно... А вот мы видим желтую карточку, которую получает за запрещенный прием Владислав Щеглова. Что такое желтая карточка? Это достаточно большое преимущество в раунде. То есть он проигрывает раунд. Опять, знаете, Щеглов коленом попадает. Очень хороший удар был. Занимает позицию сверху. Конец второго раунда! Итак, второй раунд закончен. Наверное, Владислав Щеглов в концовке действительно отрабатывает. Но вот то, что он получает желтую карточку и получает минус балл в раунде... Это... Дамы и господа! Третий решающий раунд! Итак, третий заключительный раунд. Что ж, я думаю, что предыдущий раунд выиграл Дидар Бабаев. Первый раунд Щеглов. И действительно, как и сказал ринг-ангонсер, третий решающий раунд этого боя. Ну, интересный бой. Смотрите, интересную технику проводит Щеглов. Он бьет удар с разворотом в колено соперника. Бросок Щеглова. Доминирующая позиция. Несколько добивающих ударов. Ну, что сейчас, конечно, Щеглов молодец, что провел такой качественный прием. И вот, смотрите, вот это, конечно, опять же, влияние молодости Владислава Щеглова. То есть, в отличной доминирующей позиции находился и ее проиграл. Мы видим повтор. Да, Владислав молодец. Он не боится бить удары с разворотами, не боится идти вперед. И вообще, вот, если взять весь бой, то Щеглов все время идет вперед. Это, конечно, характеризует и в глазах судей, ну, и в глазах системы оценок Щеглова в более активную сторону. А в правилах активность, естественно, присутствует. Очередной бросок с зашагиванием от Дидара Бабаева. Владислав Щеглов пытается перейти на болевой прием на колено. Это фирменная, один из фирменных приемов к Стовской школе самбо. Но в данном случае, конечно, колено далеко. И пока Владислав не может. Вот сейчас хорошо перевернулся. Вот сейчас есть возможность провести болевой, если бы Владислав правильно работал ногами. То есть ноги сейчас не работают. Это огрехи техники. И поэтому болевой на колено получится навряд ли. И при вот таком выполнении приема спортсмен в красной куртке очень много, я думаю, потеряет сил при выполнении этого приема. А прием, скорее всего, не получится. Вот, поэтому смотрим, как пройдет дальнейшее действие. Но я думаю, что идеальным вариантом для Щеглова будет, да, остановка. Поддержите спортсмена! Вот, приступ и болевого приема там нет. Смотрим бросок Дидара Бабаева. Смотрите, как качественно он заходит и проводит технические движения. Ну что ж, по броскам 1-1 в третьем раунде. По активности Щеглов идет вперед. И, наверное, пока что он более точен и ударной техники. Хороший лаукик. Опять удар коленом. Смотрите, вот это удары коленом. Такие уже визитные карточки становятся Владислава Щеглова. Ох, бросок зацепом изнутри. Что ж, Щеглов выходит в этом раунде по броскам вперед со счетом 2-1. По ударной технике он, наверное, во всех трех раундах был сильнее Дидара Бабаева. Что ж, наверное, и Дидар не ожидал от Щеглова. Наверное, такой спортивной наглостью, что спортсмен просто идет вперед и постоянно его сочетает. Но Владислав Щеглов молодец, что он не сгорел морально, не сгорел физически. И до последних секунд пытается драться с одним соперником. Ну что, чтобы сказали, что до конца раунда совсем немного времени. Бабаев идет вперед, проводит тейкдаун, проводит бросок, оказывается сверху. То есть несколько секунд остается до конца поединка. Ну и, наверное, в общем-то, этот раунд, может, с небольшим преимуществом забирает Владислав Щеглов. Ну, по моему мнению... Конец поединка! Но... Но желтая карточка будет, я думаю, вот, смотрите, отличный удар коленом. Отличный удар коленом. И попадет чуть точнее в челюсть. Я думаю, это было бы на... нокаут. Ну что ж, ребята поздравляют. Поздравляю! Друга действительно заводят зрителей. Молодцы! Это был прекрасный бой. Ну, как корабль назовешь, так он и поплывет. В данном случае, как первый бой пройдет, так турнир и пойдет. Первый бой прошел идеально. Идеально. Ждем решения судей. Но на мое бы мнение, дать бы им четвертый раунд. Действительно! Бойцы не устали, готовы. Очень низкомпромиссная схватка двух настоящих профессионалов. По трем раундам, мое мнение, результат этого боя ничья. А именно ничья благодаря желтой карточке на запрещенном приеме Щеглова, который он провел. Победу раздельным решением судей одерживает боец в красной форме Владислав Щеглов! Ну что ж, мы не будем здесь спорить с судьями, тем более решение раздельное. Ну, Щеглов шел вперед. Ну, а вот это вот правильное решение Щеглова. Действительно оба соперника заслужили победу в этом бою. Оба! И тут нечего сказать. А мнение судей, на чем основывалось. Ну, я думаю, что тут ситуация такая, что он шел вперед с Щеглов. И я думаю, что из-за этого даже больше вот судьи поставили его как активного бойца. Ну что ж, первый бой был интересный. Я думаю, что он задал тон всему турниру. Это был первый поединок по правилам профессионального боевого самба Владислав Щеглов, Кстова, Тидар Бабаев, Туркменистан. В этом поединке объявлена ничья. Субтитры создавал DimaTorzok